76 лет назад здесь гремели сражения. 137-я гвардейская дивизия в Ефремове в ноябре 1941 года так и не дала немцу прорваться в Тулу. Около 800 солдат смогли уничтожить десятки танков врага. Теперь по маршруту движения дивизии проходят юноармейцы. В регионе стартовал лыжный переход дорогами предков. Так как мы местные, мы хотели принять участие из-за того, что мы чтим память о них. И очень много у нас памятников о подвигах этой дивизии и тех людей, которые защищали наш район. И мы не могли обойти стороной этого мероприятия. Тула, Курск, Смоленск, Москва. На лыжный переход съехалось 120 человек из 12 регионов России. Это школьники, которые вступили в ряды юноармейцев. Участники сборной Севастополя признаются, для них переход был особенно сложным. На лыжи многие встали в первый раз. Поначалу было действительно непросто, поскольку мы из Севастополя, снег у нас бывает редко, что уже говорить о лыжах. А потом как-то уже и приловчилось, уже вроде бы все отлично получалось. Я пришла, получается, самая первая из команды, из нашей сюда. Мне очень понравилось. Нет победителей и проигравших. Переход отличается от лыжных соревнований тем, что здесь не учитывается скорость и правильность маневров. Единственная задача – пройти дистанцию до конца. Подобная акция в стране проходит впервые. Организаторы – региональный штаб движения «Юнармия». Отдание памяти нашим погибшим предкам – это попытка воссоздания самого перехода, как им было тяжело наступать здесь, в Великую Отечественную войну, чтобы дети хоть как-то осознали, что они наступали. Лыжный переход продлится три дня. За это время планируется пройти около 25 километров. В первый день прошли десять. Завершатся дороги предков – 18 февраля в 12.00. Тогда все участники соберутся на Тульскую площадь Победы для возложения цветов. Захар Испалимов, Анастасия Авдеева, Александр Лехнер, Первый Тульский. Субтитры создавал DimaTorzok